Немного из истории. В 1972 году была сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса. На открытии присутствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. После этого начались регулярные рейсы по маршруту Алма-Ата-Кокшетав-Москва. Сегодня Кокшетавский аэропорт имеет статус международного и обладает всей необходимой инфраструктурой, пунктом таможенного и паспортного контроля. Аэропорт пригоден для эксплуатации всех типов воздушных судов, без ограничения их взлетной массы по первой категории международных стандартов. В 1972 году новый терминал был построен. Тогда был пассажиропоток в час, 150 пассажиров в час. Длина полосы 2650 был. После для увеличения, для привлекательности была выделена государственная полупрограмма реконструкция аэропортов по 2010-го, по 2013-е годы были произведены реконструкции. Реконструкция коснулась аэровокзального комплекса. Сейчас у нас пассажиропоток по проектному участию 200 пассажиров в час. На сегодня регулярные рейсы из аэропорта выполняются в основном внутри страны. Было удлинение взлетно-посадочной полосы, 8 стоянок для воздушного судна было построено, телескопические трапы для удобства пассажира. И сейчас аэропорт в данный момент обслуживает субсидированные авиамаршруты по двум направлениям. Это Актау Кукшетау, Алмата Кукшетау. И на сезон будет открываться, как всем известно, сейчас реклама идет, флайерстан частотой 3 раза в неделю Алмата Кукшетау. Карантин существенно повлиял на авиаотрасль. За год пассажиропоток составил всего лишь 17 тысяч пассажиров. Это достаточно маленькая цифра. По словам специалистов, открытие новых рейсов – дело непростое. Что касается авиапарка, Кукшетау является лишь своего рода перевалочным пунктом, то есть прилетели и улетели. В части безопасности и технического обслуживания воздушных судов – это компетенция самих авиакомпаний. Другими словами, Кукшетауский аэропорт не несет ответственности за борт, когда он в полете. Мусульма Асхатова, Василий Вережников, Кукшьяхпарат.